Всем привет! Сегодня я покажу вам свой новый ежедневник и его оформление на ближайшие месяцы. Я очень рада, что сделала обложку для этого ежедневника сама. Это простой блокнот из обычного канцелярского магазина, у него довольно тонкая бумага, и обложка была кислотно-зеленого цвета. Я содрала ее, взяла купленную давно в фикс-прайсе кухонную клееночку под мрамор, двухсторонний скотч, и у меня получилась вот такая красота. Каждый месяц я буду вот в таком простом виде изображать календарь и прикреплять какую-то важную цитату. Я их уже подобрала и распечатала очень много, все они взяты из постов в моем паблике, ссылка на который есть всегда в описании каждого ролика. И у каждого месяца будет несколько разделов. Первый это планы, здесь будут указаны интервалы календарные, в которые у меня есть какое-то событие, праздник, идея, ну в общем действительно планы. И оформлено это вот так в четыре колонки. Дальше я оставляю разворот под скетчи. В месяц я хочу делать именно два скетча черной гелевой ручкой. Дальше идут рецепты, также два. Давно есть такая идея пробовать два каких-нибудь новых блюда в месяц. По-моему это здорово. И последнее это творческие планы. Здесь я буду записывать какие-то идеи для видео и также для фотографий. Здесь я решила не ограничиваться какими-то двумя фотосессиями или двумя видеороликами. Чем больше идей придет в голову, тем больше я буду записывать и больше стараться осуществить. То, что вы видите и похоже на стикеры, это просто вырезки из журналов, какие-то картинки, какие-то бумажки, которые я превращаю в наклейки с помощью моего обожаемого двустороннего скотча. И вот у меня есть уже такой конвертик с заранее подготовленными наклеечками, вырезками, полосочками и всем нужным для оформления. Такой способ введения ежедневника для меня новый. Сейчас я всем довольна, мне нравится, что будет порядок, что все остается таким же минималистичным, как было раньше. И при этом с этими наклейками и оставленными пустыми разворотами есть ощущение какой-то свободы. Того, что если что, я смогу записать, зарисовать и сделать все, что захочу. Для меня это важно. Спасибо большое, что посмотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok